Тариф на 2015 год оставлен без изменения. Он равен тарифу 2014 года. Хотя по жилищному законодательству этот тариф будет меняться ежегодно. Новая плата за капитальный ремонт появилась сравнительно недавно. Однако первые счастливчики, которые получат реальную отдачу от этих средств, уже определены. У нас на 2015 год вошли в программу 24 дома. Будет проведена замена 79 лифтов. На эти работы будет потрачено порядка 136 миллионов рублей. Хотя, конечно, таких денег обгенчане еще не заплатили. Ведь даже при стопроцентной оплате счетов в Обнинске сумма получается всего 150 миллионов. Но здесь горожанам беспокоиться не стоит, уверяет Вера Чернышева, недостающие деньги добавит региональный оператор. А задолжникам настоятельно рекомендуют серьезно отнестись к оплате этих квитанций. По истечению шести месяцев, если долг будет расти, в течение шести месяцев не будет производиться оплата, фонд будет обращаться с исками в суд. И эта задолженность будет по суду взыскиваться. Причем платить придется сразу и много. Ведь к неоплаченной сумме добавится еще и пение. К слову, в следующем году только ремонтов лифтов в Обнинске не ограничится. Система холодного и горячего водоснабжения, фасады, отмостка и крыши – все это уже заложено в программу. Определять, в каком доме и когда делать ремонт будут городские коммунальщики. И здесь все зависит не только от года постройки. Но у нас есть дома, которые, допустим, по году постройки более молодые, чем старые, а состояние намного хуже, чем старые дома. Все это касается тех, кто промолчал и чьи деньги уходят в общий котел, то есть в фонд регионального оператора. А вот у тех, кто решил самостоятельно распорядиться деньгами и выбрал спецсчет, например, у регионального оператора минусов пока больше, чем плюсов. В областном законе 460-м прописали полномочия регионального оператора двумя позициями. Это открытие счетов и перечисление средств в случае проведения капитального ремонта подрядчику. Все. Поэтому фонд сказал, у нас нет прав и полномочий печатать квитанции для спецсчетов, вести учет, работать с неплательщиками и так далее. Поэтому платежки печатаются за счет жильцов. А данные в ЕРЦ часто просто не поступают, потому что собственники не выдали своего согласия. И кроме того, комиссию за обслуживание счетов выставил и банк. К сожалению, нам не удалось договориться со Сбербанком, потому что в основном там открыты спецсчета, чтобы эта комиссия не взымалась. Недостатков и нововведений пока предостаточно. Однако те, от кого зависит, чтобы закон работал нормально, не торопятся их исправлять. Более важным посчитали расширение списка владельцев спецсчетов. Теперь его пополнили и управляющие компании. Правда, сделать это можно будет только, если жильцы сами того захотят. Евгения Власюк, Николай Подлепалин, телекомпания Обнинск ТВ.